С 21 по 27 студени в Минску пройдет чемпионат Европы по фигурным катанне. На лёдзе Минской арены выступят наймоцнейшие спортсмены континента. А у Гомеля в эти дни спопорничают те, кому, будучи не на подобных стартах, представлять нашу краину. Другий тур первенства Беларуси Зорожка собрал 200 юных фигуристов. В том, что Беларусь принимает континентальный чемпионат по фигурным катанне, есть заслуга и Гомеля. На арене Гомельского лядового палаца прошел первый в истории краины турнир по фигурным катанне под эгидой Международного союза конькобежцев. Было это в 2008 году. И вот проза 11 годов Беларуси доверили проведение чемпионата Европы. Турнир Зорожка так само зародился в Гомеле. В истории этих спопорничают в наличии 17 сезонов. В первых турнирах «Звездочка» принимали участие небольшое количество спортсменов. Турнир приобрел популярность большую, и поэтому он проводится у нас сейчас постоянно. С каждым годом все больше участников. Первый тур «Першинства» Беларуси Зорожка прошел в листопаде у Пружанах. Гомельский этап собрал 200 спортсменов. Самое великое представительство у Минска – 80 фигуристов. И Гомеля – 70. Узрослые с 7 до 16 годов. Господа рыды домашнего этапа подрихтовались добро и мают намер собрать богатый медальный ураджай. К данным соревнованиям мы готовились. И готовились очень серьезно, потому что республиканские соревнования – это одна из показателей работы вообще школы в целом. С нашим количеством хотим захватить хорошее количество медалей для того, чтобы попасть в финал. Доречий лик завоеванным гомельскими фигуристами медалям открыл Микита Гринштейн. И он занял другое место у своей взрослой категории. Завершится другий тур «Першинства Беларуси Зорочка» в субботу. Лепшие спортсмены выступят у третьем финальном туре, который отбудется весной. Максим Савин, Анна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».